Одна победа Мы начали 7 месяцев назад, когда я только приехал в Казахстан, я понял, поскольку важно это День Победы. Я первый раз бывал на День Победы в Казахстане 12 лет назад в маленьком поселке на Западном Казахстане, называется Каменка. Я помню, как весь народ собрался, чтобы встречать этот важный день. Ветераны были на площади. Например, мои дедушки оба воевали в Тикоокеанском регионе, и они только закончили вот это действие в августе. И поэтому для нас эта война продолжалась еще несколько месяцев, поэтому наш общий праздник это в августе, а не в мае. Но общая идея, что мы должны праздновать, что мы должны помнить и уважать ветеранов за все, что они делали, это общая. Специалисты национальных архивов США и их казахстанские коллеги смогли отыскать фотоработы, отражающие общую идею. В категории, рассказывающие о жизни в тылу, им это особенно удалось. Они отбирались по принципу, вот есть какие-то наши герои, значит должны быть и с их стороны какие-то героические личности. А есть какие-то фотографии тыла, сдачи средств в пользу обороны, значит и от них должны быть хоть какие-то немножко в унисон фотографии. Наверное, самое сейчас важное для всех не разъединяющие идеи, а найти какую-то крупицу, чего-то рационально объединяющего. И это рационально объединяющее, это наше трепетное отношение к ветеранам войны, к святости вот этого Дня Победы 9 мая. Редкие экспонаты фотовыставки «Одна Победа», кроме Алматы и Астаны, будут демонстрироваться в течение юбилейного года еще в 11 городах по всему Казахстану.